Несмотря на нелегкие служебные будни пограничников, желающих поступить в профильные высшие учебные заведения с каждым годом все больше, это люди особой закалки, которые прекрасно понимают, что офицер воспитывается со студенческой скамьи. Так, в 2025 году Институт пограничной службы будет проводить обучение будущих офицеров на дневной форме обучения по специализации пограничная безопасность. По окончании каждый выпускник получит квалификацию специалист по управлению со знанием иностранного языка. Чтобы стать курсантом Институт пограничной службы, либо же других высших военных учебных заведений, абитуриенту необходимо сдать централизованный экзамен по профильному предмету. Также над абитуриентом будет проведен профессиональный отбор. Профессиональный отбор включается проверку состояния здоровья, уровень физической подготовленности, а также будет проведено над ним психологическое обследование. Для того, чтобы дальше поступить, абитуриенту необходимо подать заявление в районный военкомат до 1 апреля. Сегодня о подготовке будущих пограничников занимается не только Институт пограничной службы, но и другие вузы нашей страны и Братской России. Впереди абитуриентов ждет сложная, но интересная учеба по освоению одной из самых важных и романтичных военных профессий. К примеру, сегодняшние курсанты Института пограничной службы проходят практику в полоском погранотряде на внештатном учебном пункте. Обучаются непосредственно командованию личным составом, управлению им, а также обучают личным составом, чем у нас обучают в институте. В данный момент времени находимся на огневом стрельбище, где непосредственно я провожу занятия как старший руководитель на точке в метании гранат. Мои курсанты непосредственно с ним рядом также обучаются управлению личному составу и остальному для того, что потребуется от будущих соропограничников командования в подразделении горнице. Знакомство с армейской жизнью, освоение азов солдатской подготовки во время курса молодого бойца, ритуал вручения оружия в торжественной обстановке, первые стрельбы и принятие военной присяги. Через эти этапы проходят парни, надевшие зеленую форму. А уже спустя время они станут настоящими мужчинами, на плечи которых государство возложило почетную и ответственную миссию – охранять свои рубежи. На учебном пункте курсантами учебного пункта изучаются такие дисциплины, как инженерная подготовка, тактическая подготовка, огневая подготовка, тактика пограничной службы, радиационно-химическая и биологическая защита и военно-медицинская подготовка. Получив знания и навыки по предметам подготовки на учебном пункте, каждый из военнослужащих будет способен выполнять задачи по охране государственной границы. В эти дни в учебном пункте Полоцкого погранотряда жизнь бьет ключом. Тактика, следопытство, физическая и огневая подготовки, служба серьезная. Ежедневно в руках пограничника – боевое оружие. Уже привык к новому ритму жизни и Павел Зубчинский. Молодой человек уверен, что армия – это школа жизни, пройдя которую мальчишки становятся настоящими мужчинами, готовыми защитить свою страну, дом и родных. Уже разные физические подготовки и различные, также новые знания про военные действия. Про пограничное дело много чего нового узнал, как задерживать правонарушителей, что делать и как далее будет производиться дальнейшая моя служба. Защита рубежей страны во все времена была ответственным и важным делом. Здесь не могут оказаться случайные люди, ведь это ремесло требует особой физической и моральной подготовки.